Задача 51. Давайте-ка я прокручу это до самого верха. Задача 51. Здесь дан маленький треугольник, который, полагаю, мне понадобится, так что и я его нарисую. Одна сторона горизонтально, а это идёт вниз, вот так, потом они обозначают углы. Этот угол x, этот y, этот z. Нужно найти, каково значение z в треугольнике, изображённом выше. Утверждение номер один. x плюс y равно 139. Когда вы видите треугольник, и вам нужно установить длину одной из сторон, вы должны всегда помнить, что сумма углов треугольника составляет 180. Мы знаем, что x плюс y плюс z равно 180. В утверждении один нам только что сообщили, что x плюс y равняется 139. Значит, мы знаем из утверждения один, что это 139. Итак, из этого просто получится уравнение 139 плюс z равно 180. Его просто решить. Вычтите 139 с обеих сторон, получите, что z — 41. Или что-то вроде того. Неважно, вам не нужно получить ответ. Вам нужно просто знать, что вы можете получить ответ. Утверждения один достаточно. Что нам дают в утверждении два? y плюс z равно 108. Это утверждение само по себе бесполезно. Мы не знаем величину y. Так что мы не можем это решить. То есть ясно одно. Если у вас есть оба эти утверждения, вы сможете определить значение всех углов треугольника. Зная, что z — 41, вы можете вычислить y. А зная y, вы можете вычислить x. Но нас об этом не просят. Нам нужно определить величину угла z. А это утверждение само по себе не сообщает нам, чему равен z, ведь мы не знаем величину угла y. Зато утверждение один само по себе работает. Итак, ответ А. Следующая задача — переверните страницу. Номер 52. 52. Если x, y и z не равны нулю, не равны нулю, нам просто могли написать, что x умножить на y умножить на z не равно нулю, ведь это то же самое. Потому что если бы хоть один из них был равен нулю, то это тоже было бы равно нулю. Значит, я могу написать, что x, y, z не равно нулю. Потому что если вы перемножаете три числа, не равных нулю, то их произведение не будет равно нулю. Но они спрашивают, равно ли x, z, 12. Вопрос, равно ли x, z, 12. В утверждении один сообщается, я сменю цвет. Итак, в утверждении один сообщается, что x² умножить на y, z равно 12xy. x² умножить на y, z есть 12xy. Итак, посмотрим, что мы можем сделать. Что если мы разделим обе части этого уравнения на xy? Давайте сначала разделим обе части на x. Итак, если мы разделим обе части на x, мы можем это сделать так, как знаем, что x не равен нулю. Тогда получим, если мы разделим обе части на x, то получим x, y, z равно 12y. Разделили на x обе части. Теперь давайте разделим обе части на y. Получаем, x, z равно 12y. Вот и всё. Первого утверждения уже достаточно. Но помните, мы смогли разделить обе части на y только потому, что мы знали, что y не равен нулю. А что нам сообщает утверждение 2? Итак, утверждение 2 сообщает, что z на 4 есть 3 на x. И мы можем привести это уравнение к виду, не содержащему дробей. x умножить на z равно 3 умножить на 4. А если так вам непонятно, вы можете это сделать пошагово. Умножить обе части на 4, получится z равно 12 делить на x. Я просто умножил обе части на 4. Затем умножить обе части на x, и вы получите, что xz равно 12. Каждого утверждения по отдельности достаточно, чтобы решить это уравнение. Вариант ответа — да. Мне всё время приходится пролистывать назад и смотреть, какую букву мне назвать. Нужно это выучить. По крайней мере, вам ведь надо сдавать же мат. Хорошо, 53. Сколько работников в настоящее время в некой компании? Итак, мы хотим узнать число работников. Хорошо. Утверждение номер 1. Если компания наймёт ещё троих работников, а все нынешние работники останутся, то в компании будет, по крайней мере, 20 работников. Допустим, e — это число работников сегодня. Тогда e плюс 3, то есть нынешнее число работников плюс, нанимают ещё троих, а те все остаются, в компании будет, по крайней мере, 20 работников, то есть это, по крайней мере, говорит нам «больше или равно 20 работникам». Это утверждение 1. И само по себе оно не сообщает нам, сколько в компании работников. Оно сообщает нам, что в компании по крайней мере 17 работников и больше не сообщает ничего. Т.е. вы можете вычесть 3 из обеих частей и сказать E больше или равно 17, но E может быть равно 100. Я не знаю. Хорошо, утверждение 2. Если компания не нанимает дополнительных работников, а трое из нынешних работников увольняются, т.е. E — 3, то в компании будет меньше 15 работников. Меньше 15 работников, т.е. не 15. Или меньше. Они говорят меньше 15. Вот здесь нам говорили по крайней мере 20, т.е. больше 20, больше или равно 20. А здесь нам говорят меньше, а не 15 или меньше. Нам говорят меньше 15. Итак, если вы упростите это, то получите, прибавьте 3 к обеим сторонам, и получите E меньше 18. Итак, давайте упрощу. Во-первых, это само по себе нам не помогает, поскольку просто сообщает нам, что в компании может быть всего 5 человек, а может быть и 10. Само по себе это нам не помогает. Но если мы возьмём оба эти утверждения вместе, если мы знаем, что E меньше… Если знаем, что 17 меньше или равно E… Я просто записал вот это в другом порядке. Хорошо. 17 меньше или равно E, а E меньше 18. Использую оба утверждения. Тогда чему равно E? Оно должно быть больше или равно 17. Значит, это может быть 17. А может ли это быть 18? Нет, потому что оно должно быть меньше 18. Значит, E может быть равно только 17. Нам требуются оба эти утверждения, чтобы решить задачу. И вариант ответа — С. Обоих утверждений вместе достаточно. Задача следующая. Номер 54. 54. Давайте сотру эту маленькую пятёрку, которую я тут написал. 54. Отлично. Каково значение n в уравнении минус 25 плюс 19 плюс n равно s? Чтобы упростить это, мы можем сложить минус 25 и 19, и получим минус 6. Значит, получаем n минус 6 равно s, так? Итак, n минус 6 равно s. Правильно. На самом деле, вам не обязательно это делать. Помните, суть в том, чтобы понять, можете ли вы решить задачу. Вам не всегда нужно решать всё это, но я решаю просто, чтобы предъявить вам доказательства, чтобы развить у вас чутьё на то, решается ли задача. Итак, если вы прибавите к обеим сторонам 6, это было просто упрощение, давайте прочитаем утверждение. Может, мне не нужно было ничего этого делать. s равно 2. Очевидно, если нам известно, что s 2, то можно найти n. Оно будет равно 8. Этого утверждения самого по себе достаточно. Далее, утверждение 2 сообщает. n делить на s равно 4. Когда у нас имеется какое-то соотношение между n и s, и мы можем вывести из него s и затем подставить s сюда, мы можем найти n. И чтобы доказать это, давайте я это проделаю. У нас здесь n равно 4s. Раз мы знаем это, что мы делаем дальше? Мы пытаемся найти n. Мы можем записать s равно n делить на 4. И затем можно подставить его в это уравнение. Тогда мы получаем, что s равно n, точнее, n равно s, которое, в свою очередь, равно n делить на 4 плюс 6. И дальше можно просто найти n. Если вы хотите всё это проделать, то умножьте обе части на 4. Получится 4n равно n плюс 24. Это знак равенства, а не неравенства. Я просто умножил обе части на 4. 4n равно n плюс 24. Вычтите n из обеих частей, получите 3n равно 24. Затем снова получаете n равно 8. Итак, этого утверждения самого по себе достаточно. И это, мне действительно следует это выучить, это d, вариант ответа. Каждого утверждения по отдельности достаточно. Посмотрим, есть ли у меня время на 55-ю. Нет. Лучше подожду до следующего видеоролика.